Заключение проповеди Заключение проповеди Не завязываясь, он так мечется, мечется и сдувается потихоньку Но это не то впечатление Проповедник должен заканчивать Все равно что Вбивать гвоздь Должно быть ясное, убедительное, четкое заключение проповеди В Библии много есть таких примеров Например, как Екклесиас заканчивает проповедь Свою Екклесиас значит проповедник Заканчивает свою книгу Выслушаем сущность всего Бойся Бога и заповеди ее соблюдай Потому что в этом все для человека Ибо всякое дело Бог приведет на суд Тайное, хорошо ли оно или худо Или помните заключение пророчества Аввакума, книга Аввакума Как он красиво заканчивает Хотя бы не расцвела смоковница И не было плода на виноградных лозах И маслина изменила И нива не дала пищи Хотя бы не стало Овец в загоне и рогатого скота в стойлах Но я и тогда буду радоваться Господи И веселиться о Боге спасения моего Вот такое хорошее, радостное, положительное заключение Итак, каким целям служит заключение? Какие цели хорошего заключения? Подвести итог Хорошее заключение не обрывает, а оканчивает Одна из целей заключения Вернуться к тому, с чего мы начали показать Что мы изучили то, мы рассмотрели то и то И сейчас мы приходим к какому-то выводу Особенно об обучающей проповеди Хорошо заканчивать таким родом обзором Один брат, говоря о духовной дисциплине Воздержании, самоотвержении Заканчивал проповедь высказыванием Сократ сказал, познай себя Цицерон сказал, владей собой Христос сказал, отвергни себя И в этом суть нашей проповеди И таким образом он подводит опять Суть или объясняет В коротком таком предложении В нескольких словах суть проповеди Очень хорошо сказал об этом старый проповедник Вот о своем методе изложения проповеди Он говорил, сначала я говорю им Что я собираюсь сказать Потом я говорю им это И наконец я повторяю, что сказал им То есть в обведении я говорю, что я хочу сказать Потом я именно это и говорю, излагаю И потом я повторяю то, что сказал им Для этой же цели служит заключение Подвести итог Второе, применение Показать, что и как я должен делать Применение особенно важно в евангелизационной проповеди И оно должно быть конкретным Я слышал одну проповедь и проповедник много раз повторял Приди он зовет тебя, приди он зовет тебя Он на основании одной истории, связанной с жизнью Христом говорил И он много раз повторял эти слова Но человек неверующий не знал, что это значит Где Иисус, куда прийти, как прийти, что значит покаяться И здесь важно объяснить конкретно, что нужно делать Как нужно исполнять волю Божию Чему мы хотим научить людей К чему мы их призываем Призыв к покаянию Вот это еще одна цель заключения проповеди Вот мы читаем об этом в Евангелии в книге Деяний Когда апостолу Петру люди задали вопрос Умирившись сердцем Что нам делать, мужи и братья И апостол Павел говорит Покайтесь и докрестится каждый из вас Во имя Иисуса Христа для прощения грехов Или Моисей, когда произносит свою проповедь И переходит в заключение, он говорит Во свидетели, перед вами призываю сегодня небо и землю Жизнь или смерть предложила я тебе Благословение и проклятие Избери жизнь, чтобы жил ты и потомство твое Или помните Иисус Новина Уже в заключении своей проповеди, речи Он говорит Изберите кому служить Или отцам, там идолам, которые служили отцы Или Господу Богу вашему А я и дом мой будем служить Господу Вот хорошая проповедь часто заканчивается таким призывом к покаянию К побуждениям человека предать свою жизнь в руки Божию Вот когда вы читаете проповеди Спержина Вы часто замечаете Спержин часто призывал к покаянию Хотя у него не было специфически таких евангелизационных проповедей Обычно Спержин не считал, что нужно какие-то специальные проповеди говорить Евангелизационные так называемые Но он всегда призывал ко Христу Вот он заканчивает проповедь одну свою И говорит так Это проповедь небо и ад Вы совсем не рискуете, доверяясь Христу Тот, кто доверяет Христу в полной безопасности Я умоляю вас Если в том, что я сказал, есть здравый смысл То задумайтесь над тем, какие вы И пусть Дух Святой покажет вам ваше состояние Пусть Он покажет вам, что вы мертвы Вы потеряны, вы погибли Пусть Он даст вам почувствовать, как ужасно попасть в вас Пусть Он укажет вам на небеса Пусть Он, как ангел в древние времена Возложив на вас руку свою, скажет Спасайтесь, бегите Смотрите на гору, не смотрите назад Не оставайтесь в долине И так далее И он конкретно призывает людей На основании своих проповедей к покаянию Или вот Муди призывал людей обрести покой в Боге Пусть текст Писания Если этого не сделала проповедь Проговорит каждому из вас сегодня Пусть каждое сломленное, разбитое, кровоточащее сердце Обратится к Спасителю и услышит его слова утешения Он утешит вас, как мама утешает своего ребенка Если только вы придете в молитвы и возложите все бремена на него Призвать к покаянию Ну известен трехступенчатый призыв Билигрэма Билигрэм обычно призывает Он говорит Закройте глаза, опустите голову Затем выйдите вперед Потом уже Потом преклоните колени Или истаньте и повторяйте слова молитвы У него такой призыв Несколько ступеней Вот Он сначала призывает людей осознать Подумать о том, что они делают Поразмышлять в глубине души Потом выйти вперед И потом склониться для молитвы Вот свой призыв Ну и еще один момент Заключения проповеди Я заметил его в наших русскоязычных проповедниках Когда я просматривал проповеди в братском вестнике Вот наших русскоязычных проповедников Напечатанные Начиная где-то с конца 40-х годов прошлого века Часто очень в конце проповеди Братья обращали внимание на Христа Вот одной из целей заключения в их проповеди Было обратить внимание на Бога Отца и Сына Вот Например И они заканчивали так А потому если путь наш тяжел Если мы обременены скорбями Не будем падать духом Но будем терпеливы И будем взирать на Иисуса Христа Вот И они всегда обращали внимание на Христа На то, чтобы мы держались Христа Чтобы мы взирали на Христа Чтобы мы следовали за Христом Вот И таким образом побуждали людей Вот держаться, следовать за Иисусом Христом Это цели заключения Типы Каковы могут быть типы заключения Как мы заканчиваем Ну первое так же как и начинаем Можно закончить текстом библейским Тем же текстом Который мы читали Вот Или другим текстом Как заканчивает проповедь свою Александр Васильевич Карев И созерцая на голгофе раны Христа И кровь его Как лекарство от греха И вечной смерти Мы поем Псалом 102 Благослови душа моя Господа Он прощает все беззакония Твои Исцеляет все недуги Твои Избавляет от могилы Жизнь Твою И заканчивает цитатой из Псалма Вот или Какими-то другими цитатами Цитированием Скажем Словословие может Как это делал апостол Павел Помните Когда он заканчивал размышления О путях Божьих спасения Он так закончил О бездна богатства И премудрости И ведения Божия Как непостижимы Судьбы его И неследимы пути его Ибо все из него Им и к нему Я думаю Может быть одним из вариантов Окончание Опять прочитать Особенно если это был короткий стих Например Блаженный нищий духом Или Вы свет мира Можно опять В заключении Прочитать эти стихи И так Еще раз прочитаем Текст Писания Вы свет мира Не может укрыться город Стоящий на вершине горы И так далее И заканчивать текстом Писания Очень хороший метод окончания Вопрос Можно оканчивать вопросом Особенно если мы поднимали Какую-то проблему в тексте И он требует вопроса Вот например Мартин Лютер Кинг Говоря о безумном богаче И говоря о всех проблемах Связанных с накоплением Приобретением В этом мире Вот он заканчивает вопросом Свою проповедь Наше поколение Не может уйти От вопроса нашего Господа Что польза человеку Если он приобретет Весь мир материального Самолеты Электрический свет Машины Цветное телевидение И потеряет духовное Свою душу Вопрос Что польза человеку Это хорошее кстати окончание Вот чтобы у людей В сердце звучал этот вопрос Что польза Если я приобрету все И потеряю Господа Если человек приобретет Весь мир и потеряет Вот Очень хороший метод Вопрос Иллюстрация Еще один метод Вот когда истина Объяснена Ее нужно проиллюстрировать Очень хорошо После того как мы Представили истину Рассказали об истине Привести иллюстрацию Показать Как эта истина работает Например Дуайт Муди Любил рассказывать истории И вот он заканчивает Одну из своих проповедей И приводит иллюстрации В заключение Вот один из примеров И он говорит Дом полыхал огнем Языки пламени Объяли лестницу А из окна третьего этажа Кричал мальчик Взывая помощь Единственный путь Спасти малыша При помощи лестницы Наконец нашлась лестница И пожарник Стал подниматься вверх Но едва он добрался До третьего этажа Как пламя Объяло малыша Пожарник замешкался И казалось Боялся идти вперед И вдруг кто-то Из толпы закричал Давайте ободрим его Один за другим Босс Глазы ободрения Стали раздаваться в толпе Пожарник Вдохновенный поддержкой Спас мальчика Тоже происходит И с новообращенными Когда только Вы видите Что они стоят В нерешительности Подбодрите их Если им тяжело Дается работа Ободрите их Зарядите энергией В их славном труде Пусть благословения Божьи Сойдут на вас сегодня И пусть каждый Мужчина и женщина Ободрятся И исполнится Сил Билли Грэм Заканчивает Одну из своих проповедей И использует метод Иллюстрации И он так Говорит уже В заключении проповеди О вере Одна из примеров Объясняет Как может расти вера Вера Он говорит Подвесной мост Через Ниагарский водопад Начался с ниточки Воздушного змея Когда ветер Был благоприятным Змей пересекал водопад На другую сторону Водопада На другой стороне Люди поймали змея И закрепили его И таким образом Смогли протянуть Веревочку Через водопад А затем Только они смогли Построить мост Уже протягивая Ниточку за ниточкой И ваша вера Может быть Лишь тонкой ниточкой Она может быть Маленькой и слабой Но действенной Примите Христа Как вашего спасителя Господа Позвольте ему Подарить вашей душе Мир и радость Пусть он изменит Вашу жизнь Полное поражение И замешательство На жизнь Целенаправленную И полную мира Он может сделать это И сделает Если вы веруете в него Вот такой пример Для того чтобы Закрепить истину Сказанную в проповеди Закончание В иллюстрации Ну и еще один момент Молитва У нас заканчивает Обычно проповедник Который проповедует В заключении Молится И так редко бывает Чтобы просто Обычно проповедник Молился в заключении Проповеди Но я думаю Это тоже может быть Хорошим окончанием Просто проповедник Может попросить У людей встать Или преклонить колени И помолиться И попросить Господа Чтобы он закрепил Сказанное Чтобы Бог позволил Или помог выполнить То что проповедник Сказал И так далее То есть это может быть Хорошим способом Методом Окончания проповеди Молитва Могут быть и другие Мы упоминаем Здесь самые важные Основные Главные И последнее правило Окончание Как заканчивать Хорошее заключение Чем отличается Убежденностью Проповедник Заканчивает убежденно Ясно Я уже говорил о том Вот о выпускающем Воздух шарики И о гвозде Закончить Значит Забить гвоздь Сказать убедительно Ясно И конкретно Четко сказать Решительно Подойти к заключению Объяснить истину Убедительность Эмоциональность Вот Ну мы будем говорить Позже о вопросе Эмоциональности Когда будем говорить О проповедовании Как проповедовать Но Очень хорошо И важно Чтобы убедить людей Недостаточно логики У вас может быть Хороший план План может быть Составлен Как мы говорили По всем правилам Логика Последовательность Ясность Но Если нет при этом Эмоции Если нет энергии И не чувствуется Жизни В душе проповедника Тогда Самый хороший Яркий План Конкретный план Не поможет Если даже логика Есть в плане Но нет Такой ясности Убедительности У проповедника Эмоционально Особенно В инвалидационной проповеди Конечно Краткость Ну Краткость Это самое важное Проповедник Должен знать Как и когда Заканчивать Время говорить И время молчать Говорил Экклесиаст И профессионалы Знают Нужно Оставить Слушателей С желанием Слушать дальше Лучше Вы закончите До того Как люди Начнут думать Но поскорее Был он Закончил Вот лучше Закончить До того Иногда Наши слушатели Задают вопрос Как Иов Когда-то спрашивал Будет ли конец Ветреным словам И они не знают Даже не уверены Но будет ли конец И скоро ли будет конец Сыны века Сего догадливый век В этом вопросе Хороший пример Это Риттер Тертул В книге Деяний Когда он обращается К царю Феликсу И он говорит Но чтобы много Не утруждать тебя Прошу выслушать нас Кратко Со свойствием тебе Снисхождением Даже неверующий человек Знает Что надо говорить Кратко Вот Ясно Четко И надо Подражать этому Иногда бывает Проповедники Несколько раз Говорят в заключении И на конец Потом И в заключении А немного позже Еще пару слов Через пять минут Перед тем Как закончить И так далее И мы ждем Ну когда же они закончат Они никак не могут закончить А у некоторых пасторов Говорят Он пропустил Одном пасторе Он пропустил Несколько очень хороших мест Чтобы остановиться Вот Или он устал И мы все устали Но он не знает Как остановиться Вот И бывает такое Что поведник Не знает Как остановиться И он похож на самолет Который идет на посадку Вот И кажется И он уже выпускает шасси И людям кажется Что он уже Вот На взлетно-посадочную полосу Приземлится Но вдруг Они в разочарование Замечают Что он опять взмывает вверх Он не смог посадить самолет Вот И он опять начинает Кружиться Над аэродромом И опять делает попытку И люди переживают И сейчас люди говорят Ну как им помочь Что сделать Чтобы он закончил Свою проповедь Наконец-то А он опять и опять Заходит на посадку Вот И это очень Очень Так Переживают Слушатели сами Вот Я слышал об одном брате Который так проповедовал И он тоже не знал Как закончить И он вдохновлялся Своей проповедью И он говорит Наконец-то Обращает к залу Ну что вам еще сказать Братья и сестры И кто-то из зала Говорит Скажи нам Аминь И довольна с нас Иногда Действительно Уже хочется Помочь проповеднику Сказать Аминь Подбодрить его Все что ему нужно Просто закончить И вот Хороший проповедник Должен Четко и ясно Вести своих слушателей К конечному пункту Своей проповеди Мы знаем Что духи пророческие Послушны пророкам Настоящим пророкам Вот Хорошим проповедникам Духи пророческие Послушны Вот И они вовремя уложатся В там 15 минут Или 20 Сколько отпущено Для проповеди Они приведут церковь К месту назначения И Покажут им место Куда они сами Хотели идти Поэтому пусть Благословит нас Бог Вот не только уметь Начинать Но уметь заканчивать И заканчивать Вовремя Говорить коротко Итак Если есть какие-то Вопросы Или комментарии По теме Окончания Или вступления В проповеди Или плана проповеди Потому что Такой большой раздел Мы уже заканчиваем Да Можно вопрос Такой исторический А раньше В синагогах Когда евреи Приходили в синагогу Значит Зачитывался Текст Ветхого завета Были какие-то Комментариев Учителей По этому тексту Или они Зачитывали Ну читали Какую-то книгу Да Или кусок Из книги Говорили Аминь И все То есть Мы говорили Что когда долго Порой читаешь Текст Из Библии Это ну Немножко уже Наскучивает Да А вот как в синагогах Мне просто интересно Мы можем Привести Примеры Из Евангелии Помните Когда Христос Зашел в синагогу В Луке 4 главе Написано Когда ему подали список Вот он прочитал Потом отложил Потому что в храме Служение было другим Там были Так сказать Литургические чтения Чтение каких-то отрывков Это другое совсем было А в синагоге По сути дела Они и служили Основной их целью Было исследование писания Изучение писания Исследование объяснений Да Поэтому мы читаем Как Христос делал Он делал так Как делали в синагогах Он прочитал И потом начал изъяснять Или помните Апостол Павел Когда он приходил В синагоге И начальники синагоги Послали искать И спрашивали Мужи и братья Есть ли у вас Слово к народу То есть речь Шла не о том Что кто-то нужен Чтобы прочитать Там были люди Которые могут прочитать Писание Но чтобы кто-то Истолковал Еще объяснил Вот и апостол Павел Пришел И он тоже что-то Прочитал Там из Ветхого завета Обычно сначала читали В синагоге Ветхий завет читали И потом начинали Объяснять Поэтому было Объяснение всегда Проповед Еще последний вопрос Если можно Я его задам Можно ли? Да-да-да Вот у нас У русских христиан Баптистов Есть традиция Говорить Три Две Пару-четыре проповеди Вот И как обычно Проповедники Ну вот Если Я не хочу Немножко К этому принижать Ну вот В районных церквях Как обычно Они не соблюдают Все эти пункты То есть Ну По моим наблюдениям То есть У них нет жестов Читают они Много отрывок Нет примеров Они не зацепляют Публику Вот И Представляете Три таких проповеди Вот Я знаю Что И тем более долгих Очень часто Долго проповеди идут В Америке Я знаю Там В некоторых церквях Часто Одна только проповедь И она Ну То есть Ну Довольно Ну там Тридцать минут Хорошо Или это плохо Если сравнить Что лучше Если Пришла паства Им сказали что-то И они это запомнили То есть Не три проповеди А вот конкретно По какой-то теме Сказали 20 минут Соблюдаю все эти пункты Ну представляете Какая будет проповедь То есть Что лучше Как вы К этой традиции У нас относитесь Ну Некоторые Люди Жалуются На пастырское служение И Говорят Есть конечно Яркие проповедники Вот А некоторые говорят Ну если Если три проповедника То хотя бы Один из них Скажет что-то хорошее А так только один Говорит одно и то же Говорит в одном стиле И Некоторые люди Жалуются даже На такой стиль То есть Наскучивает Вопрос В том Насколько Качественно То и другое Если это одна проповедь Действительно качественная Если проповедник Говорит свежо Ярко Это хорошо Пусть будет Одна большая проповедь Если нет Может быть Лучше три проповеди Но хотя бы Одна из них Будет Скажет по сердцу Человеку Или же Один человек Скажет по сердцу Одному человеку Другой по сердцу Другому Разные стили Для разных проповедников Например Одни люди Любят эмоции Другие люди Любят логику Проповедники разные И проповедники Отвечают запросам Разных людей Но на самом деле Стиль Я думаю Что Это в наших руках Я понимаю Что во многих Церквах старых Наших Особенно начиналось Евангельское движение На территории Российской империи Тогда Не было Профессиональных проповедников И тогда Просто братья брали И читали Кто мог читать Кто мог изъяснять Кто и делал Точно так было В начале Развития баптистского движения В Англии Тогда обычно По 3-4 человека Брали Текст Писания Читали И изъясняли И как говорят Историки Изъясняли Так долго Насколько это было возможно Вот не так Как в деревне Нас 15-18 минут Это было по часу По два Это не было Каким-то богослужением Это было общение Нет Это было общение Но это было Длительное изъяснение Писания Это было как проповедь Вот час могла быть проповедь То есть не богослужение Было еще дольше Это было богослужение Но это было еще дольше Чем у нас сейчас Для нас сейчас Два часа Это уже многовато Но тогда по 3 часа По 4 часа Люди сидели и слушали Вот Поэтому здесь Наверное Надо практически Исходить Может быть в то время Люди могли быть способны Слушать И тогда слушали По 3-4 часа Вот Некоторые братья Исходят из того Что написано в Коринфянам Когда апостол Павел говорит Пусть говорят двое Много трое То есть Когда апостол Павел Хочет порядок Навести в собрании Он говорит Пусть говорят двое Или уже трое Это уже многовато И поэтому считают Что надо быть Два проповедника Или в крайнем случае Три проповедника Вот Но здесь правила нет Поэтому я думаю Если люди не получают Наседание От трех проповедников Получают одного Лучше сделать И поставить одного Но надо найти Такого проповедника Чтобы действительно У нас боятся Это делать сейчас Потому что это новое что-то Да Я почему задал этот вопрос Потому что иногда думаю Либо я не духовный Что мне порой уже Ну какая-то злость появляется Вот Либо он не духовный Что он так Ну Очень долго говорю Спасибо Ну в данном случае Задача Наша задача Молиться Об этих проповедниках И второе Самим проповедовать так Чтобы люди не страдали От нашей проповеди Самим стараться Проповедовать И учить Конечно формы можно менять Я думаю У нас многие церкви Перешли на Двух проповедническое Такое собрание То есть первая проповедь В начале короткая Довольно таки Минут 10-12 И вторая проповедь Уже минут 35-40 Ну хорошая проповедь Подготовленная Иногда они приглашают Других проповедников Из других церквей Но люди действительно насыщаются Такая золотая середина Да И насыщаются Вот это мне нравится В нашей церкви Три проповеди Ну в целом Неплохо Они затягивают Хорошо говорят В целом хорошие проповедники Разнообразие есть И тоже есть свои плюсы Минусы Вопрос по поводу Я хотел просто уточнить По плану проповеди Это берется определенный стих И по этому стиху Составляется тема То есть на какая-то тема выбирается Либо любовь Либо Да-да-да И составляется Ну как минимум три пункта Это самое меньшее Да-да-да Три пункта Можно больше Но меньше Нежелательно Нет-нет-нет Проблем Нет Это мы просто взяли Такой текст Скажем Иоанна 3.16 Который логически поделен Вот на 3-4 пункта Потому что там так Логично Вот эти фразы заканчиваются И отрезки мысли Поделенные Вот в этом тексте Ибо так возлюбил бы мир Отдал сына Чтобы имел жизнь вечную Ну Поэтому это зависит от текста А проповедник уже может Уже вот эти подпункты Строить вот эти ветки Ветви Все там Применение Или еще что-то От себя что-то В смысле Конечно Потом он уже наполняет И добавляет Там из комментариев Из чего-то угодно На первом он возьмет текст Блаженные плачущие Ибо не утешатся Он может сделать два пункта Первое там Блаженные плачущие Второй пункт Они утешатся Вот Или может расширить И сказать о Разных видах плача Плач о грехе Своем Плач о грехе людей Плач в страданиях Вот И переживаниях этого мира И сказать о разных видах плача И потом уже Как бы в заключение Утешение Бог дает утешение Плачет Вот поэтому Здесь многое зависит от текста Вот может быть два пункта Может быть три пункта Вот четыре Но просто больше Усложнять там Пять-шесть пунктов Это уже я думаю В обычной проповеди Это многовато уже было бы Самый лучший вариант Для проповедников Когда они готовятся Написать хороший план И даже Написать проповедь Попытаться Все что можно Насколько это возможно Написать на листочке бумаги Но для большинства проповедников Лучше выходить на кафедру Не с полностью написанным текстом проповеди Чтобы они не были привязаны И таким образом Не теряли контакт с аудиторией Вот надо смотреть на людей 90% проповеди По крайней мере Надо держать глазами Зрительный контакт с людьми Не смотреть в конспект Вот Выходить на кафедру с планом Я опасаюсь тех проповедников Которые выходят Совершенно без всяких бумажек Вот И часто они начинают блуждать Есть способные братья Которые без всяких бумажек Четко и ясно следуют Какому-то плану Есть Но в большинстве случаев Начинаются блуждания И неясность проповеди Поэтому хорошо Если проповедник напишет Всю проповедь Даже всю если возможно Но На кафедру возьмет Маленький план проповеди Конспект Основные тезисы Несколько пунктов Основные тезисы И какие-то пометки О примерах Которые я хотел привести Но пример не обязательно Весь писать Но написать Пример такой-то И он рассказывает План поможет ему Сохранить цельность Ясность План поможет ему Вовремя закончить План поможет ему Не запутаться Не растеряться В случае чего И так далее Вот этот лучший Наверное Самый метод проповеди Субтитры создавал DimaTorzok